Всем привет! С вами Рэми Майснер, издательство Дхарма 1937, Люди Доброй Воли. Сегодня у нас культурная повестка. Горький человек. Поэма ритмической прозой. Не все в маленькие басни учить. Я, товарищи, заморочился, ничего целую неделю в дороге не читал. По строчечке учил. Давно уже выучил. Раза три пробовали, все запинаюсь, а хочется без сбоев рассказать. Сейчас очередная попытка. Если прокатит, будет хорошо. Поставим первую, потому что дальше у нас беседы. По что делать, по Афоне. И везде уместно вспомнить эту поэму о прекрасной и благородной человеческой природе. Кстати, к ответам на вопросы. Между прочим, что там за Флойда, за этого бедолажного говорили. КТ кричит, просим, просим. Так что будем приступать. Там прозой сначала обычный абзац. Я всегда своим текстом рассказываю, что-то мне проза не учится. Горький, что бывают у него такие периоды тяжкой усталости духа. Он их называет. Усталость духа. Это когда мысль, либо вокруг всяких темных страниц прошлого, крутятся воспоминания, от которых больно. Или вокруг бытовухи какой-то приземленной, вокруг каких-то последних злободневных новостей. И выше мысль не летит. А для него, как для Творца, для Писателя, это очень важно было. Мыслью подниматься выше. И он говорит, меня выручает в такие моменты, что я вызываю перед глазами величественный образ человека. И дальше вот аритмической прозой попер. Слушайте, товарищи, про этот образ. Помоги мне, Аллах, на третий раз. Человек, точно солнце рождается в душе моей. И в ярком свете его медленно шествует вперед и выше трагически прекрасный человек. Я вижу его гордое чело и смелые глубокие глаза. А в них лучи бесстрашной мысли. Той величавой силы, которая в минуты утомления творит богов. В эпохи ж бодрости их низвергает. Затерянный среди пустынь вселенной, один на маленьком клочке земли, несущемся с неуловимой быстротой куда-то вглубь безмерного пространства, терзаемый мучительным вопросом, зачем он существует, он мужественно движется вперед и выше по пути к победам над всеми тайнами земли и неба. Идет он, орошая кровью сердца свой трудный, одинокий, гордый путь, и создает из этой жгучей крови поэзии нетленные цветы. Тоскливый крик души своей мятежной он в музыку искусно притворяет. Из опыта науки создает и шаг за шагом, украшая жизнь, как солнце-землю щедрыми лучами, он движется все выше и вперед, звездою путеводной для земли. Вооруженный только силой мысли, которая то молнии подобна, то холодно, спокойно, словно меч, идет свободный, гордый человек далеко впереди и выше жизни, один среди загадок бытия, один среди толпы своих ошибок, и все они ложатся тяжким гнетом на сердце, гордые его, и ранят сердце, и терзают мозг, возбуждая в нем горячий стыд за них, зовут его их уничтожить. Идет, в груди его ревут инстинкты, противно ноет голос самолюбия, как наглый нищий, требуя подачки. Привязанности цепки и волокна опутывают сердце точно плющ, питаются его горячей кровью и громко требуют уступок, силе их. Все чувства овладеть желают им, все жаждет власти над его душою, а тучи разных мелочей и житейских подобны грязи на его дороге и гнусным жабам на его пути. И как планеты окружают солнце, так человека вечно окружают создание его творческого духа. Его всегда голодная любовь, вдали за ним, прихрамывает дружба. Пред ним идет усталая надежда, вот ненависть, охваченная гневом, звенит оковами терпения на руках, а вера смотрит темными очами в его мятежное лицо и ждет его в свои спокойные объятия. Он знает всех в своей печальной свите, уродливый, несовершенный, слабый создание его творческого духа. Одетые в лохмотья старых истин, отравленные ядом предрассудков, они враждебно идут сзади мысли, не поспевая за ее полетом, как ворон за орлом не поспевает. И с нею спор о первенстве ведут, и редко с нею сливаются они в одно могучее и творческое пламя. И тут же вечный спутник человека, немая и таинственная смерть, всегда готовая поцеловать его в пылающей жаждой жизни сердце. Он знает всех в своей бессмертной свите, и, наконец, еще одно он знает – безумие. Крылатое, могучее, как вихрь, оно следит за ним враждебным взглядом и окрыляет мысль своей силой, стремясь вовлечь ее в свой дикий танец. И только мысль подруга человека, и только с ней всегда он неразлучен, и только пламя мысли освещает пред ним препятствия его пути, загадки жизни, сумрак тайн природы и темный хаос сердца у него. Свободная подруга человека мысль всюду смотрит зорким острым глазом и беспощадно освещает все. Любви коварной и пошлой уловки, ее желание овладеть любимым, стремление унижать и унижаться, и чувственность, и грязный лих за ней. Пугливое бессилие надежды и ложь за ней, сестру ее родную, нарядную, раскрашенную ложь, готовую всегда и всех утешить и обмануть своим красивым словом. Мысль освещает в дряблом сердце дружбы, ее расчетливую осторожность, жестокое пустое любопытство и зависти, гнилые пятна и клеветы зародыши на них. Мысль видит черной ненависти силу и знает, если снять с нее оковы, тогда она все на земле разрушит и даже справедливости побеги не пощадит. Мысль освещает в неподвижной вере и злую жажду безграничной власти, стремящейся поработить все чувства, и спрятанные когти из уверства, бессилия ее тяжелых крыльей и слепоту пустых ее очей. Она в борьбу вступает и со смертью, ей, из животного создавшей человека, и ей, сотворившей множество богов, системы философские, науки, ключи к загадкам жизни, свободной и бессмертной мысли, враждебной и противной это сила, бесплодная и часто глупо-злая. Смерть для нее витошница подобна, витошница, что ходит по задворкам и собирает в грязный свой мешок отжившее, гнилое, ненужные отбросы, но порою ворует нагло, здоровое и крепкое. Пропитанная запахом гниения, окутанная ужаса по кровам, бесстрастная, безликая, немая, суровую и черную загадкой всегда стоит пред человеком смерть, а мысль ее ревниво изучает, творящая и яркая, как солнце, исполненная дерзости безумной и гордого сознания бессмертия. Так шествует мятежный человек сквозь жуткий мрак загадок бытия вперед и выше, все вперед и выше. Вот он устал, шатается и стонет, испуганное сердце ищет веры и громко просит нежных ласк любви. И слабостью рожденные три птицы, уныние, отчаяние, тоска, три черные уродливые птицы, зловещие реют над его душою, и все поют ему угрюмо песнь о том, что он ничтожная букашка, что ограничено его сознание, бессильна мысль, смешна святая гордость, и что бы он ни делал, он умрет. Дрожит его истерзанное сердце под эту песню лживую и злую, сомнений иглы колет мозг его, и на глазах блестит слеза обиды, и если гордость в нем не возмутится, страх смерти влаз нагонит человека в темницу веры. Любовь, победно улыбаясь, влечет его в свои объятия, скрывая в громких обещаниях счастья, печальное бессилие, быть свободной и жадный деспотизм инстинкта. В союзе с ложью робкая надежда поет ему о радостях покоя, поет о тихом счастье, примирении, и мягкими красивыми словами баюкает дремонствующий дух, толкая его в тину сладкой лени, и в лапы скуки дочери ее. И по внушению близоруких чувств он торопливо насыщает мозг и сердце приятным ядом той циничной лжи, которая открыто учит, что человеку нет пути иного, как путь на скотный двор спокойного довольства самим с собою. Но мысль горда, и человек ей дорог. Она вступает в злую битву с ложью и поле битвы сердца человека. Как враг она преследует его, как червь неутомимо точит мозг, как засуха опустошает грудь, и как палач пытает человека, безжалостно сжимая его сердце бодрящим холодом, тоски по правде. Суровой, мудрой правде жизни, которая хоть медленно растет, но ясно видимо сквозь сумрак заблуждений, как некий огненный цветок, рожденный мыслью. Но если человек отравлен ядом лжи неизлечимо и грустно верит, что на земле нет счастья выше полноты желудка и души, нет наслаждений выше сытости, покоя и мелких жизненных удобств, тогда в плену ликующего чувства печально опускает крылья мысль и дремлет, оставляя человека во власти его сердца. И облаку заразному подобно гнилая пошлость подлой скуки дочь со всех сторон ползет на человека, окутывая едкой серой пылью и мозговые сердца и глаза. И человек теряет сам себя, перерожденный слабостью своей в животное без гордости и мысли. Но если возмущение вспыхнет в нем, оно разбудит мысль и вновь идет он дальше, один сквозь тернии своих ошибок, один средь жгучих искр своих сомнений, один среди развалин старых истин. Величественный, гордый и свободный он мужественно смотрит в очи правде и говорит сомнением своим. Вы лжете, говоря, что я бессилен, что ограничено сознание мое, оно растет, я это знаю, вижу, я чувствую, оно во мне растет, я постигаю рост сознания моего, моих страданий, силы и знаю, если б не росло оно, я не страдал бы более, чем прежде. Но с каждым шагом я все большего хочу, все больше чувствую, все больше, глубже вижу и этот быстрый рост моих желаний могучий рост сознания моего. Теперь оно во мне подобно искре, так что ж, ведь искры это матери пожаров. Я в будущем пожар во тьме вселенной и призван я, чтобы осветить весь мир, расплавить тьму его загадок тайных, найти гармонию между собой и миром, в себе самом гармонию создать и озарив весь мрачный хаос жизни на этой страдавшейся земле, покрытой как накожную болезнью, корой несчастья и скорби, горе-злобы, всю злую грязь с нее смести в могилу прошлого. Я призван для того, чтобы распутать узлы всех заблуждений и ошибок, связавшие запуганных людей в кровавый и противный ком животных, взаимно пожирающих друг друга. Я создан мыслью за тем, чтобы опрокинуть, разрушить, растоптать все старое, все тесное и грязное, все злое и новое создать на выкованных мыслью незыблемых устоях свободы, красоты и уважения к людям. Непримиримый враг позорной нищеты людских желаний, хочу, чтобы каждый из людей стал человеком. Бессмысленно, постыдно и противно вся эта жизнь, в которой непосильный и рабский труд одних бесследно уходит весь на то, чтобы другие присыщались и хлебом, и плодами духа. Да будут прокляты все предрассудки, предубеждения, привычки, опутавшие мозг и жизнь людей, подобно липкой паутине. Они мешают жить насилую людей, я их разрушу. Мое оружие мысль, а твердая уверенность в свободе мысли, ее бессмертии и вечном росте творчества, ее неисчерпаемый источник моей силы. Мысль для меня есть вечный и единственно неложный маяк во мраке жизни, огонь во тьме ее позорных заблуждений. Я вижу, что все ярче он горит, все глубже освещает бездны тайн, и я иду в лучах бессмертной мысли во след за ней все выше и вперед. Для мысли нет твердынь несокрушимых и нет святынь незыблемых ни на земле, ни в небе. Все создается ею, и это ей дает святое неотъемлемое право разрушить все, что может помешать свободе ее роста. Спокойно сознаю, что предрассудки, обломки старых истин, а тучи заблуждений, что ныне кружатся над жизнью, все сделаны из пепла старых прав, сожженных пламенем все той же мысли, что некогда их сотворило. И сознаю, что побеждают не те, которые берут плоды победы, но только те, что остаются на поле битвы. Смысл жизни вижу в творчестве, а творчество самодавлеет и безгранично. Иду, чтобы сгореть как можно ярче и лучше осветить тьму жизни и гибель для меня моя награда. Иных наград не нужно для меня. Я вижу власть позорно и скучно, богатство тяжело и глупо, а слава предрассудок, рожденные из неумения людей ценить самих себя и рабской их привычки унижаться. Сомнения, вы только искры мысли, не более. Сама себя собою испытуя, она родит вас от избытка силы и кормит вас своей же силой. Настанет день, в душе моей сольются в одно великое и творческое пламя, мир чувства моего с моей бессмертной мыслью. И этим пламенем я выжгу из души все темное, жестокое и зло, и стану я подобен тем богам, что мысль моя творила и творит. Все в человеке, все для человека. И снова, величавый и свободный, подняв высокогордую голову, он медленно, но твердыми шагами идет по праху старых предрассудков, один в седом тумане заблуждений. За ним пыль прошлого тяжелой тучи, а впереди стоит толпа загадок, бесстрастно ожидающих его. Им нет числа, как звездам в бездне неба, и человеку нет конца пути. Так шествует мятежный человек. Вперед и выше. Все вперед и выше. Даже коты с ума посходили. Круто. Ну, товарищ, скажи, что это не прекрасно. Это прекрасно. Как говорил профессор Преображенский. Скажите мне, что это не бесподобно, и вы мой худший враг на всю жизнь. Нет, на самом деле, товарищи, это вот стоит заморочиться даже пару недель, чтобы это знать наизусть. Это на практике проверено, то есть для пропагандистских целей это вещь вообще незаменимая. То есть тебя слушают как пророка натурального. Пробирает даже конченых негодяев. Хотя бы что-нибудь, но шевельнется в душе. А если тебе вообще тяжело, и ты действительно сейчас запутался, там же все ситуации, господи, там себя узнаешь постоянно. Как вот наткнулся на какое-то препятствие, сразу хочется поверить, что есть какой-то боженький, который все за меня разрулен, или который все это и нагородил, поэтому мне как бы лезть бесполезно, что против божьего промысла, кто я такой. И сразу, и тут же сразу хочется вот тихого семейного счастья, вот там любовь-морковь, и так можно незаметно в животное превратиться. Прямо и весь механизм превращения расписал, и все в стихах еще к тому же. Это просто Ариш Горький, гений, что сказать. С тех пор, я узнал про это произведение, а я почему-то про него узнал недавно. Как-то у меня даже собрание сочинений дома есть в 70-х годах, и я не натыкался там на это произведение, потому что если бы я на него наткнулся, я бы вот точно запомнил, надо пересмотреть. Потому что, по-моему, Буревестник там был. Как можно песню о Соколе и Буревестнике ставить, а это не ставить, это, на мой взгляд, удачнее, чем та же песня о Соколе намного. Это надо в школах преподавать. Надо. Потому что вот это как раз старшеклассники, подростки вполне поймут. Тут ничего особо сложного нет. А столько всякого интересного и полезного, что говорить, вот товарищи, вот челлендж, кто еще выучит. И давайте опять же на спор рассказывать. Кто не рассказал, с того сто баксов. Не, ну, горького уже наши товарищи учат. Ну, красавцы просто, что сказать. Вещь полезная и благородная. В любом случае. Это надо в массы нести. Как никогда актуально. Это, знаешь, это всегда актуально. Это же всегда актуально с тех пор, как человек реально из этой обезьяны стал человеком. И вот это сразу стало актуально. Вот это пошло работать. Соцреализм, после которого хочется жить. Да, нет, в этом он и заключается. Что мы не просто картинку реальную нарисовали, мы еще и выход тоже накидали. Я сталкивался с таким мнением, что люди говорят, что неактуально это уже. Сейчас уже другая культура должна быть. Ну, в смысле, как культура, она, вот это противопоставление той культуры этой культуре, это уже показатель, что человек мало понимает в культуре. Знаешь, я не знаю как, что-то, почему, что-то другое. Я не знаю, что имеется в виду. Для нас это соцреализм как маяк определенный, что надо брать за основу, даже при исследовании всяких современных контракультур. Ты как будешь их исследовать и изучать, если ты... Контракультура, вот опять же, это уже не здоровая фигня. Видите, если к культуре хотят что-то противопоставить. Не, почему? Потому что при капитализме весь этот прогресс, вся эта культура, она начинает тебя гнобить со всех сторон. Знаешь, загонять тебя куда-то в клетку. И неосознанный протест это такая разновидность анархизма. Знаешь, это тоже было популярно. И морализм, и прочая фигня. Раз мораль нас гнетет, давайте вообще без морали. Не разбираясь, что там здорового, а что там просто чей-то на ворот какого-то богатого дяди, потому что ему так выгодно. Вот так вот, товарищи, же читайте Горького, надо какой-нибудь поэтический вечер провести. Будет. Хорошая идея. Да. Проведем обязательно. в конце концов, что может быть благороднее, да? Да еще тогдашние революционные студенты еще в России, которые мы потеряли. Говорит, давайте проводить литературные вечера. Слушатели спрашивают, где товарища Реми можно послушать? Где собираетесь, ребята? Тут кухонька маленькая, тут много не улезет народу. Ну вот, как из стадиона организован. И Горького, Горького, мочить, не, надо что-то другое учить, что-то еще длиннее тогда надо. Я еще длиннее, я знаю Федота Стрельца, но его как бы мне 40 минут рассказывать это долго. Это отдельно подкастом можно писать. Удивительно актуально, но это на видео надо. А вы так, я чувствую, скоро начнут и кричать, что шарлатан не может быть, чтобы вы наизусть рассказывали. А в специальных, кстати, ждем этот момент, что надо, спорим на 1000 баксов. И так всем будет хорошо сразу. Во-первых, сразу будет еще интереснее, правильно? А во-вторых, мы заработаем 1000 баксов, которые сейчас не лишние. Ну что, товарищи, надеюсь, порадовал вас хорошим стихом, надеюсь, мы все-таки на этот раз опубликуем, а то в прошлые разы что-то забраковал. В этот раз вроде не запинался. Двое-то мы вернемся. Да. Самое большое. Ну что, всего доброго вам, читайте классиков, ведите здоровый образ жизни.